Дорога 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 освещения, где оно отсутствует, расстановка знаков уже согласно измененным требованиям по безопасности. То есть все-таки мы понимаем, что первое слово – это безопасность. И весь целевой показатель этого проекта направлен именно на приведение дорог в нормативное состояние. Без подхода комплексного этих целевых показателей не достигнешь, потому что просто замена дорожного полотна, наоборот, повышается скоростной режим на отремонтированном участке. А если не привели в соответствие пешеходные переходы, знаки там не расставили правильно, то, естественно, мы только повышаем условия аварийности. Поэтому только комплексный подход позволяет достичь вот этих целевых показателей по безопасности прежде всего. Но действительно в этом году не исключение, как и в прежние годы запланировали очень масштабную реконструкцию и ремонтные работы на улицах города. Поэтому, конечно, хотелось бы несколько попросить, пользуясь площадкой, в очередной раз наших автомобилистов, пешеходов, набраться терпения и этот сезон потерпеть очередные масштабные мероприятия, связанные с ремонтами. Но какие улицы у нас, кроме тех, что я назвал, это Чайковского, вот участок от улицы Крупской до Ленинградского проспекта. То есть это, по сути, завершающий этап нашей, одной из самых больших улиц, улицы Чайковского. Завершим ее капитальный ремонт. Значит, эта улица Зурабова полностью будет отремонтирована, потому что в связи с строительством и вводом в эксплуатацию новой гимназии, естественно, этот участок очень стал востребованным, и интенсивность движения по нему стала значительной. Поэтому полностью по улице Зурабова будет от Коминтерна до Ангарского проспекта выполнен ремонт. Значит, следующее, это, если брать подъезд, северный подъезд, это дорога, 16-я автомобильная дорога, это кто проживает в микрорайоне «Строитель», «Китой», значит, они знают очень хорошо, что эта дорога давно требует комплексный подход, комплексный ремонт, значит, также будет отремонтирована. А давно востребовалось и требовало большого ремонта это улица Чапаева, от улицы Иркутской до 36-й медсанчасти. Там будет в том числе и замена участков рельс. Это наш ангарский трамвай давно также ждал этого ремонта, в очень плохом состоянии пути у нас. Значит, следующий участок, это полностью Тортальская, Тортальская, если часть брать, то это улица Преображенская, это условно от дороги А мимо ГИБДД и до нашего нового кольца, даже до улицы Фестивальной будет полностью отремонтирован этот участок. Улица Фестивальная целиком от Преображенской до Енисейской, поэтому достаточно большая протяженность у этого участка, там больше двух километров. Улица Социалистическая от Энгельса до, получается, до Коминтерна. То есть это один участок, и второй участок, он будет реконструироваться и как новое строительство. Это вторая полоса от Коминтерна до Декабристов. Андрей Сергеевич, ну вот то, что Вы перечислили, это, конечно, масштабно. Это масштабные работы. Практически весь город. Да, это абсолютно точно. Но вот Вы начали говорить о строительстве, да, и вопрос-то такое. В общем-то, на протяжении многих лет в Ангарске ведется строительство новых дорог. Это тоже очень важно отметить. В 2020 году достроили вторые полосы Ленинградского и проспекта, и проспекта космонавтов. В прошлом году завершили вторую полосу Чайковского. Вот в этом году, давайте скажем нашим телезрителям, да, будет ли строительство и где? Ну, без сомнения, город растет, развивается. Появляется очень много дополнительно автотранспортных средств на улицах города. И, естественно, вот этот запрос у населения, чтобы как можно быстрее разгружались существующие дороги. Понятно, что существующие дороги разгружаться могут только одним способом. Это должны увеличиваться увеличением площади проезжей части, то есть строительством новых автомобильных дорог. Этот год не стал исключением. Значит, я уже назвал, это будет строительство второй полосы по улице Социалистической от Коминтерна до Декабристов. Значит, она в генплане. У нас эта улица есть. Наконец-то дошли руки. Была проведена большая работа по проектированию этого участка. И прохождение экспертизы. Вот в этом году мы будем завершать строительство этой второй полосы. Следующая новая дорога, она логично очень напрашивается на карте города Ангарска. Это улица Прибрежная. Название у нее интересное. Название было исторически сложено. Она несколько не на самом берегу, но название улицы все-таки сложилось, и оно так и остается. Это улица Прибрежная. Значит, она берет начало от улицы Космонавтов. Проходит вдоль 32-го микрорайона, практически сечет. Идет дублем Ленинградского проспекта между Ленинградским и улицей Алешина. И выходит на улицу Алешина. То есть... Ну, довольно протяженная. Да, она достаточно длинная, протяженная улица. Значит, пересекает вновь построенную улицу Радужную. Эта улица очень давно ожидаема жителями 32-го, 33-го микрорайона. То есть, потому что микрорайон строится. И у микрорайона большое будущее. В ближайшее время также его ожидают новые строительные площадки. Поэтому для того, чтобы было именно привлекательно и для новых строительных компаний, и для жителей, кто приобретает новое жилье. И, значит, поэтому необходимы вот эти вот транспортные инфраструктуры. И, по сути, микрорайон появляется уже в таком законченном виде. Именно по транспортной инфраструктуре. И очень необходимый, очень такой значимый для Мегета, для Мегета объект значимый, это капитальный ремонт мостового сооружения. Виадук. Виадук, да. Переезд через ВСЖД. Значит, здесь, конечно, достаточно сложный объект. Объект, его невозможно закрыть, так как он делит, поселок Мегет делит на две части. И без... Очень сложно жителям будет существовать жить без вот этого объекта. Поэтому проектом предусмотрено, значит, проектом организации строительства этого объекта предусмотрено выполнение работ без закрытия. Понимаем, что это пересекает объект, пересекает, проходит через главную транспортную железнодорожную магистраль нашей страны. Вот с железнодорожниками проект согласован. Будет специальные, так называемые, окна технологические, когда будут останавливаться составы. Будут и дана возможность строителям выполнять ремонтные работы. Работы начнутся в этом году? Да, в этом году мы объявили конкурс на аукцион, объявили на выбор подрядной организации. Буквально вот в эти дни должен пройти аукцион и определиться подрядная организация. Естественно, в апреле, в конце апреля должны начаться работы по капитальному ремонту этого сооружения. Андрей Сергеевич, два года работы в Мегете в строительство, ремонт Виадука в 2024 ориентировочно будут завершены. Если все хорошо и не будет никакой приостановки, в 2023 году должны закончиться эти работы. Спасибо. Андрей Сергеевич, давайте скажем о ямочном ремонте, который тоже у нас проходит в Ангарском городском округе. Когда приступят... Объем ямочного ремонта определяется наличием вновь появившихся ям. Понятно, что весь ямочный ремонт делается до полного исчезновения этих ям. А начнется он, значит, завод у нас, собственный завод асфальтобетонный. Это позволяет нам начать работы буквально с... Когда нам это позволяет температурный режим, погодно-температурный режим. А мы понимаем, что сегодня, практически на этой неделе, у нас наступили положительные температуры, устойчивые дневные. И завод проревизирован, полностью сделана ревизия оборудования. И во вторник, буквально на этой неделе, он поставил на технологический разогрев. Поэтому я думаю, что самое позднее, когда начнется ремонт, это 28 марта этого года. Возможно и раньше. Но вообще надо сказать, что Ангарск одним из первых начинает ремонтные работы, чем другие города Юркутской области. Ну, я уже сказал, потому что у нас есть собственный асфальтобетонный завод. И мы стараемся, вот только когда начинают подсыхать наши ямки, сразу заделывать их. И понятно, что это необходимая, но временная работа. То есть в дальнейшем это должны проходить более капитальным ремонтом эти участки. Но, тем не менее, любая яма, она должна своевременно заделываться. Для этого понятно, что сегодня технологические карты ям, они все у подрядчика имеются. Мы их обозначили. И буквально в течение следующей недели максимально после зимней ямы, так называемой, они должны быть отработаны. Но дорога живет, понятно, своей жизнью, и ямы обязательно будут образовываться. Вот для того, чтобы и наши специалисты, их на самом деле не так много, они могут все не контролировать и не видеть. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим жителям и напомнить, что у нас традиционно с 1 апреля начинает работать горячая линия, где вы можете указать адрес ямы, которая гарантированно в течение 10-дневных срок будет ликвидирована. Телефон горячей линии можно найти на сайте администрации Ангарского городского округа в интернете, то есть проблем никаких нет. Действительно, люди звонят, обращаются и проблемы решаются. Это очень такой действенный инструмент на самом деле для нас, как заказчика этих работ, и для подрядчика, который уже четко, адресно выходит и отрабатывает именно те неудобства, которые сегодня создают помеху для движения автомобилей. Это правда, Андрей Сергеевич. Дороги – это, пожалуй, главная тема для обсуждений, для разговоров в нашей стране. Это такая национальная боль своего рода любого из нас. И по мере того, как мы из пешеходов становимся автолюбителями, мы всей своей душой проникаем к этой теме. Я знаю, что вы являетесь автомобилистом, вы водите машину, сами ездите по улицам городским, видите качество этих дорог. Но вот сравнивая с другими соседними городами Иркутской области, какую оценку бы вы поставили Ангарску? Ну, на самом деле, для автомобилиста, наверное, есть две большие проблемы. Это нет ремонта и когда ремонт начинается. Если серьезно, конечно же, наш город, благодаря таким масштабным проектам, как национальный проект безопасной качественной автомобильной дороги, он, естественно, преобразился просто коренным образом. Мы говорим, что это уже именно комплексные, потому что подходы не просто это ремонт большими картами. Поэтому целыми улицами, целыми микрорайонами сегодня уже не отремонтированных участков, их уже можно посчитать по пальцам. Давать какую-то оценку, наверное, я лицо заинтересованное, поэтому, но судя по отзывам моих знакомых, друзей, которые приезжают в том числе и с других регионов, они очень высоко оценивают сегодняшние дороги в Ангарске. Наши бывшие ангарчане, которые приезжают сюда в командировку или в гости, дают высокую оценку именно качеству и подходу сегодняшнего, в котором мы работаем. Как бы то ни было, и какие бы шутки не возникали в народе, что вместе со снегом сходит и асфальт каждый сезон. Что сделать? Во-первых, у нас климатически мы так расположены, что, скажем так, не Европа, где асфальт может сохранять свои качества и после зимы. Но и как бы то ни было, все-таки, я думаю, что наши горожане, наши автомобилисты, автолюбители, конечно же, отмечают тот объем работ, который делается, и его не заметить просто невозможно. Как вы уже сказали, что нет ремонта, плохо есть ремонт, это тоже плохо, но я думаю, что все, конечно, прекрасно понимают, что ради чего это делается. Город растет, город хорошеет, поэтому и дороги, естественно, появляются и строятся. И ждем очередного ремонта, очередного строительства. Ну, мы в любом случае далеки от идеала, но мы очень стараемся приводить и любим наш город, и приводим его всегда в более качественное состояние по сравнению с тем, чем он сегодня находится. Завтра он еще будет лучше, послезавтра он еще должен быть лучше. Поэтому стремление и принцип, он сохраняется в таком режиме. Это правда, но еще раз напомним нашим телезрителям, что если вдруг вы стали свидетелем или столкнулись с ямой на дороге, то можете позвонить на горячую линию ямы на дороге, на горячую линию администрации Ангарского городского округа и сообщить адрес. Спасибо большое, Андрей Сергеевич, за эту беседу. Спасибо вам. А вам, уважаемые телезрители, напоминаю, что это была программа Актуальное интервью. Смотрите нас и на сайте актестиви.ру. Все вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»